Утром 22 декабря почти двадцатка машин, в основном внедорожников, выстрелились на Соборной площади, чтобы отправиться в путь по Ульянской области. Все они были участниками шестой благотворительной акции «Карван Добра». А впервые она состоялась 24 декабря прошлого года, когда активисты клуба УАЗ «Патриот Ульяновск», издательский дом «Ульянская правда» и фонд «Дари Добро» решили подарить праздник детям из детдомов, малоимущих многодетных семей и пожилым людям. На сей раз к акции присоединились и другие автоклубы города, и просто неравнодушные. У нас в планах сделать подарки где-то, наверное, человек 600, там плюс-минус 6 районов Ульяновской области. Ну, надеюсь, что наше добро дойдет до людей, и люди будут довольны. Новый год скоро. Подарки для новогодней акции собирали несколько недель. В итоге канцелярскими товарами, сладкими подарками, одеждой, обувью, новогодними костюмами и даже мебелью загрузили 18 машин. Последний подарок лично вручил губернатор Сергей Морозов, который пришел проводить участников каравана «Добра» в дорогу. Подарок, наверное, передается мне, а я его передаю Сергею. Ребята, кто у нас в Новоспасске? Кто у нас едет в Новоспасский район и отвезет вот огромную коробку «Добра». Обязательно. Чтобы детки развивались. Присоединилась к акции наша съемочная группа, отправившись в путь с той частью каравана «Добра», что поехал в Мальский район. Остальные машины разъехались в Черенгульский, Индинский, Новоспасский, Корсунский и Новомалоклинский районы. По словам Константина Великого, выбор полна те места, куда не так часто доезжают благотворители. Наша первая остановка была в селе Уржумское, где нас ждала многодетная семья Сверчуковых. В начале этого года на свет у них появились девочки-двойняшки. Им, их старшему брату и сестре, вручили сладкие подарки, игрушки и вещи для малышей. Дальше наш путь лежал в социальном учреждении. Сначала в Центр психолого-педагогической и социальной помощи доверия в селе Тагай. Сюда активисты привезли в подарок диван и, конечно, сладости каждому из воспитанников. Ну а те отблагодарили гостей стихами, в том числе очень забавными. Дед Мороз, Дед Мороз, ту бредочку принес, ту бредочка, мало деду полностью дала. Смелый класс, твори, бедля. Здесь же в Тагай мы передали соцработникам продуктовый набор для пожилых людей района. И дальше поехали в детский дом «Орбита», где участники каравана «Добра» стали уже желанными гостями. По словам исполняющей обязанности директора детского дома Елены Букановой, дети с самого утра смотрели в окна и на экраны камер наблюдения, ожидая, когда приедет караван. Здесь нас тоже встречали стихами, песнями. Да, мы, конечно, не первые и не последние, кто приехал в эти декабрьские дни в детдом. Но по словам и сотрудников, самих детей, они рады каждому гостю, который помогает им создавать новогоднее настроение. Дальше наш путь лежал в село Сосновка, Игнатовка и Родниковые пруды, к тамошним детям из многодетных и малоимущих семей. Еременские мальчишки и девчонки были просто поражены тому, что их приехали поздравить так много людей. От волнения они даже сбивались, читая стихи. Но ничего страшного, подарок получил каждый. Очень рада, довольна, что есть такие люди, которые дарят подарки. Спасибо большое. Почаще таких людей. И к нам в село, чтобы почаще приезжали такие. В селах нас встречали по 8-10 человек. В Сосновке должны были прийти трое, но в морозный день до холодного клуба добрался только один Саша Ерасов со своей бабушкой. Мальчишка явно не ожидал, что его приедет поздравлять толпа дядь и теть из Ульяновска. Знаешь, кто тебе сейчас придет? Дед Мороз, настоящий. Чего больше всего любишь? Трек-трассу. Чего это такое? Это такие машинки запускают. Но, пожалуй, где нас ждали больше всего, это в Белозерском отделении детского дома «Орбита». Многие здешних детей с рождения оставлены родителями. Поэтому, когда к ним приезжают те, кто готов подарить тепло, они радостно отвечают взаимностью. Для участников каравана «Добра» местные воспитанники устроили настоящее шоу. И спели, и станцевали. А мальчишки Матвей и Максим своим танцем «Морячка» вызвали настоящую восторг у всех собравшихся. Пожалуй, именно то тепло и новогоднее настроение, что нам удалось подарить всем этим детям, было важнее всех подарков на свете. Игорь Улитин, Александр Кутряшов, Ульяновская правда. Редактор субтитров А.Семкин